Привет, ребята! Меня зовут Наталья Александровна. Я педагог просветительского центра «Белый Мишка». Сегодня мы с вами прочитаем эвенкийскую сказку «Дятел». В лесу на берегу реки жил старик со старухой Росомахи. Детей у них не было, совсем одни они жили. И задумали старик со старухой перекочевать на другой берег реки. Но без лодки разве перевезешь чум и все вещи? Старик Росомаха и говорит, пойду-ка я в лес лодку делать, а ты, старуха, оставайся пока на берегу, разбери чум и вещи собери. Старик ушел, а старуха осталась ждать его на берегу. Сидит на реку, смотрит. Вот показалась лодочка. Наверное, это мой старик едет, подумала Росомаха. Быстро разобрала чум и собрала вещи. Лодка причалила к берегу. В ней и правда был старик. Старик поднялся на берег и сказал, очень я устал, делал лодку. Спина заболела. Я сейчас немного отдохну и мы с тобой отправимся в путь. Старик прилег и заснул. Сидит старуха, ждет, когда старик проснется. Вдруг откуда-то бежит лисица. Подбежала и спрашивает. Что это ты тут, бабушка, сидишь? Жду, когда проснется мой старик, сказала старуха. Сама видишь, задумали мы перекочевать на ту сторону реки. А как без лодки на другой берег переплыть-то? Вот мой старик делал в лесу лодку. Устал, лег отдохнуть. Выслушала старуху лисица, убедилась, что старик спит и говорит, жаль мне вас, стариков. Хочу вам немного помочь. Давай, пока твой старик спит, я перевезу тебя и твои вещи на другой берег. Обрадовалась росомаха, сложила все вещи в лодку, только хотела сама в нее сесть. А лисица посмотрела, спит ли старик, и говорит, бабушка, лодка полная. Если еще и ты сядешь, может лодка утонуть. Я пока перееду через реку, а ты отдыхай. Как перевезу вещи, за тобой вернусь. Росомаха не стала спорить с лисой, осталась на берегу. Лисица оттолкнула лодку от берега и ее стала уносить течением. Смотри, бабушка, кричит лисица, наверное, меня далеко унесет. Это ничего, что далеко, отвечает росомаха. Ты только смотри, сама не утони. Не бойся, бабушка, не утону, ответила лисица. Я типа тихоньку поеду. Посмотри, как я поеду. Лисица взяла в руки весла и отправилась вниз по реке. Поняла росомаха, что лисица ее обманула и заплакала. Плачь росомахи услышал дятел. Он подлетел и спросил. О чем ты, бабушка, плачешь? Росомаха рассказала, как лисица обманула ее. Выслушал это дятел и говорит. Не плачь, бабушка, я верну тебе все твои вещи. Отправился дятел следом за лисицей. И чтобы опередить ее, полетел прямо через мыс. Вылетел на берег и стал ждать, когда к этому месту лисица подплывет. Долго сидел дятел, но вот на реке показалась лодочка с лисицей. Дятел закричал, как будто бы больной. Причаль к берегу, хорошая лисичка, возьми меня в лодку. Причалила лисица к берегу, спросила. Что с тобой случилось? Я ходил по лесу на охоту, ответил дятел. Теперь иду обратно домой. По дороге заболел. И совсем силой меня покинули. Идти мне еще далеко. Посади меня в свою лодку. Взяла бы я тебя, дятел. Но видишь, лодка и так полная. Боюсь, что перевернемся. И сесть негде. Ну возьми меня, пожалуйста, снова попросил дятел. Я маленький, много места не займу. И сидеть я буду спокойно. Только посади меня. Ты хорошая лисичка, добрая. Понравились слова лисицы дятла. Посадила она его в лодку. Дятел на самое дно селся. Совсем не видно его за вещами росомахи. Лисица оттолкнула лодку от берега и поплыли они. Вот едут они вниз по реке. Лисица гребет. Доехали они до середины реки. Тут дятел просверлил дырку вне лодки. В лодку стала вода набираться. Лисица промокла и говорит. Около меня откуда-то вода взялась. А около тебя вода есть? Да, я тоже промок, ответил дятел. Наверное, на дне смола отстала, говорит лисица. Поэтому лодка протекла. Надо скорее причалить к берегу, починить лодку. Причалили они к берегу. Лисица из лодки выскочила и говорит дятлу. Я пойду в лес смолы набрать. А ты в это время все вещи из лодки вытащи, лодку вверх дном переверни. Как только лисица скрылась в лесу, дятел сломал маленький пруд, заткнул дырку, сел в лодку и отправился к месту, где осталась росомаха. Лисица вернулась из леса, увидела, что дятел уехал и подняла крик. Вернись назад, утонешь. Нет, лисица, не утону. Вернись назад, вор. Нет, я не вор, крикнул. Дятел, я только хочу вернуть старикам то, что ты у них украла. Тем временем проснулся старик. Рассказала ему старуха, что случилось. Сел старик рядом со своей старухой. Начал ее бронить. Заплакали они оба и не слышали, как к берегу причалила лодка с дятлом. Дятел выпрыгнул на берег и сказал старикам, не плачьте, вот ваши вещи, вот ваша лодка. За добрый поступок дятла старуха шила ему красивую одежду из замши. На голову она надела ему пеструю шапочку. Старик был искусным кузнецом. Он сковал крепкий стальной клюв и острые когти. И все это подарил дятлу. Стоит пары. Дятел носит шитую для него бабушкой одеждой. Добывает себе пищу, подаренную дедом стальным клювом. У него хорошие крепкие когти. Живет дятел на дереве, поэтому и не попадается лисе. Ну что, ребята, я надеюсь, что сказка вам понравилась. До скорой встречи. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok